Командующий, у меня на второй линии профессор Эйнштейн. Позвольте мне выразить вам благодарность, Командующий, за спасение моего дома. У меня есть кое-что, что может быть, как бы это сказать, уравнять шансы. Вы знаете о моей хроносфере, устройство, которое способно переносить материю сквозь время и сквозь пространство. Я провел много дней и ночей в поисках подходящего места для развертывания этого оружия. Есть только одна маленькая проблема. Лучшее место находится здесь, на крошечном острове во Флориде Кис. Всего в нескольких километрах от советской Кубы. Я должен возвращаться к работе. Разведка докладывает о наличии советских ядерных ракет в этом районе. Сделайте возможной установку хроносферы. Удачи, Командующий. Установление контроля над боем. Всем привет, хорошие мои, с вами Алексей Крозилавь, и на позитиве мы продолжаем проходить РА-2. О, ничего себе. Чё это за хрень такая? Командующий, я думала, что всё уже видела, но это превосходит всё. Да я сам в шоке. Только подумайте, все управляемые кальмары. Разведка сообщает, что успешные контрмеры являются применением специально тренированных дельфинов, которые поступили в ваше распоряжение. Что дальше? Киты-убийцы? Удачи, Командующий. Ты так не шути, Киты-убийцы. Так, давайте их отправим сюда. Сюда. Значит, закажем ПВОшку и закажем ещё вот этих кораблей. Закажем побольше ПВОшек. Вообще, в принципе, миссия очень сложная. То есть, на нас будут очень сильно атаковать со всех сторон. И надо всячески защищаться. Отправляем пехотинцев в эти здания. Там у нас хорвейстеры добывают, и нужно защитить. Строительство завершено. Юник готов. Сюда ПВОшку. Ещё пехотинцев побольше. Сразу заказываем самолёты. Юник готов. Ещё ПВОшку. В структуре есть войска. Так, отправляем их вот сюда, наверное. Плюс ещё в это здание надо отправить. Строительство завершено. Мне писали в комментариях, Лёха, почему ты не используешь шпионов, они очень классные. Но я так понимаю, что сейчас уже шпионов попробовать не получится, потому что миссии становятся очень сложные. И, соответственно, тут дело уже, так скажем, не до тактики. Тут уже нужна грубая сила именно. Добывающий комбайн под атакой. Уже атакуют чертяги, уже атакуют. Ничего, сейчас мы справимся, ребят, с ними. Юнит потерян. Так, самолёты есть. А, дельфины здесь есть, отлично. Добывающий комбайн под атакой. Строительство завершено. Ещё вот эту вышку закажем. Ещё пехотинцы. Давайте их отправим вот в это здание. Ну куда ты пошёл? Иди сюда. Во, уже высаживаются. Уже высаживаются. Другие есть войска. На нашу базу совершено нападение. А я-то думал, немножко расслабиться. Немножко поиграть, построить побольше войск. Но не тут-то было. Враг не даёт мне расслабиться. Строительство завершено. Невозможно развернуть здесь. Отлично, отбили эту атаку. Так, здесь что? Заказываем, наверное, побольше ПВОшек. Заказываем ещё электростанцию. Чёрт, а мне его нечем долбить. Ещё надо побольше пехоты. На нашу базу совершено нападение. Юнит готов. Нужно обязательно сюда пехотинцев поставить, для того, чтобы отбивать и танки, и пехоту, которые будут к нам приходить. Строительство завершено. Юнит готов. Да сдохни ты уже. Юнит готов. На нашу базу совершено нападение. Юнит готов. Берём всю пехоту. Юнит повышено. А, отлично. Давайте, ребят, плазменные вышки поставим. Потому что пехота не очень будет справляться хорошо против техники. Юнит готов. Так, заказываем, значит, здание по технике. Нужно побольше хорвестеров поставить. Ну, здесь такая маломальская оборона уже есть. А, значит, здесь у нас в зданиях сидят пехотинцы, здесь... Недостаточно средств. Ага, тут пехотинцы есть, тут есть... Комбайн под атакой. Что такое? Что такое? Ну, один пехотинец не страшно, пусть он стреляет. Юнит готов. Пусть стреляет на здоровье. Строительство завершено. Невозможно развернуть здесь. Строит. Сейчас надо сильно не увлекаться, потому что... Если я сейчас много буду зданий строить, то мы, собственно, можем просесть по энергии. Ах ты, чертяга, а? Запрыгнет? Нет, что-то не хочет. А, там уже есть дрон. Но ничего страшного, потому что при телепортировании, собственно, этот дрон вылезет. Нужно больше хорвестеров. Давайте, 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 стройтесь. Строительство завершено. Новые опции строительства. Закажем сразу, наверное... Ну, вот так вот, я думаю, вполне хватит. Добывающий комбайн под атакой. Сейчас еще плазменную вышку поставим, и все. Будем ждать и копить ресурсы для того, чтобы построить побольше хорвестеров. Добывающий комбайн под атакой. Строительство завершено. Может, как-то его прогнать, что ли? Стротора покинуто. А то он так постоянно будет прыгать, соответственно, на моих хорвестеров будет дамажить. Мне очень приятно. Хорош. Минус один. Черт, успел так и прыгнуть. Давайте, репортируйся. Ах ты, чертиага. Ах, чертиага. Здесь у нас небольшая оборона уже есть, так что будем отбиваться. Разрешено нападение. Отлично. Еще два танка. Опа, с моря атака. Вот не зря, не зря я строил ПВОшки. Сейчас самолетами спокойно вынесем. Минус один корабль. Сейчас они перезарядятся и уничтожим второй. ПВОшки пока нас прикроют. Рементируется. Здесь вроде все в порядке. Нужно построить побольше дельфинов, но, к сожалению, нету пока что денег на это все. Так, самолеты готовы, да? Да, самолеты готовы. Сдохни, тварь. А то видишь, какой хитрый. И главное, поверху атакует. И кораблями атакует. У меня на все просто ресурсов нету. Юнит готов. А давайте, наверное, закажем электростанцию. Еще какой-то десант. Недостаточно средств. На нашу базу совершено нападение. Или это тот же? Нет, это уже другой, ребят. Капец, еще корабль. Ну, ПВОшки прикроют. Они уже уничтожили какое-то здание у меня. А, электростанцию. Нихрена себе. Апокалипсисы. На нашу базу совершено нападение. Юнит потерян. Так, отойди-ка. Невозможно развернуть здесь. Отправляем самолеты через атаку. Здесь все хорошо. И корабль падает. Да? Да. Давайте еще побольше электростанции построим. А, харвестеры строятся. Здесь у нас всего лишь один харвестер добывает. Может, все-таки есть смысл послать еще один? Иди-ка сюда. Здесь, я чувствую, надо оборону побольше построить. Что-то пока что как-то этого мало. Да и здесь, в принципе, здесь мост. Они как раз по нему идут. Юнит готов. Получены новые цели. Установлена новая точка сбора. Едерная шахта. Принята передача. Это сообщение скрывающемуся командующему, который продолжает развлекаться. Но так будет недолго. Пришло время подчиниться превосходству советов командующих. После того, как вы отведаете моих ядерных бомб, вам захочется, чтобы у вас был другой шанс. Эх, чертяга, чертяга. У меня же нету супероружия. Почему у тебя там и есть? Э, слышь ты. Структура покинута. Ни хрена себе. Смотрите, там еще и десант высаживается. Добывающий комбайн под атакой. Во-во-во, успокойся. Юнит потерян. Добывающий комбайн под атакой. На нашу базу совершено нападение. Ни хрена себе у него атаки. Юнит потерян. Добывающий комбайн под атакой. Ща, 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 мы его уработаем. На нашу базу совершено нападение. Давай, 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 давай. Очень мало ХП у Харвестера остается. По поводу ядерных бомб я не переживаю. Сейчас мы их уработаем. Сейчас мы сделаем все как надо. Долбит мой Харвестер. Но на самом деле у них урон слабый по технике, так что ничего страшного в этом нет. Прикрой меня. Сейчас мы их спокойно самолетами вынесем. Юнит потерян. Куда ты идешь, а? Еще, главное, обходит, смотрите-ка. Так, ребят, давайте военный завод поставим. Точнее, военную лабораторию. Сейчас надо как-то пытаться отбиваться от этих тварей. Они, видите, пытаются обойти. Ах, черти, ах, черти. Убили, да? Убили. Отлично. Это строится. Давайте закажем еще Харвестеров. По поводу ядерных бомб я не переживаю. Есть у меня одна идейка, как их можно обезвредить. Давайте закажем сразу Хроносферу. И закажем... Ладно, пусть еще один Харвестер построится и закажем Миражей. Миражи нам нужны сугубо для того, чтобы обороняться. Они в обороне очень хороши. Установлена новая точка сбора. Здесь все спокойно. Ага. Знаете, у меня родилась такая идея. Это, конечно, может быть затянет немножко игру. Но коли три ядерных ракеты, и мы все три уничтожим разными способами. Допустим, одну с моря, одну, допустим, с воздуха, и одну ракету уничтожим с земли. Конечно, можно было бы пройти эту миссию и побыстрее. Допустим, только с моря атаковать. Но так будет интереснее, я думаю. Такое небольшое разнообразие. И вот этих долби давай. Отправляем сюда. Сейчас все, кто будет мимо них проходить, соответственно, будут очень быстро умирать. Так, вот сюда ляпнем. Еще один мираж. Нихрена себе, уже ракетки ко мне едут. Но тут без шансов. Он, видите, даже на них не реагирует. То есть он идет напрямую к базе. Эх ты, дурилка. Еще один мираж. Давайте, наверное, один мираж сюда поставим. Юнит готов. На нашу базу совершено нападение. Так. Я тут на секунду отвлекся, звонил телефон, пришлось выключить. Ну, давай, 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 долби. Давайте еще захажем, наверное, побольше этих дельфинов. Они очень хороши в обороне, кстати. Вот эти дельфины. Юнит готов. Так, тут все спокойно, все хорошо. Еще два миража готово. Ну, я, в принципе, думаю, что этих миражей нам хватит. Давайте еще сюда поставим на всякий случай. Чтобы он, если что, десант там никакой мне не высаживал здесь. Заказываем, значит, наверх. Заказываем плазменные танки. Вообще без шансов, смотрите. Просто проезжает на ура. Так, точка выхода, допустим, сюда. Можно сразу поставить еще один аэропорт. Я, если честно, не знаю, сколько нужно самолетов для того, чтобы уничтожить ядерную бомбу. Ядерную эту ракету. Ну, сколько-нибудь сейчас построим. Под атакой? Нихрена себе здесь высадились, так высадились. Там еще эти машинки ракетные. Сейчас мы самолетами поможем. Нихрена, как их много. В вашу базу совершено нападение. Ремонтируется. Давайте вот этих пехотинцев вот сюда. Ага. Ну, все, в принципе, отбились, ребят, поздравляю. Но было все равно тяжко. Так, еще один аэропорт. Ага. Сразу закажем еще один. Самолеты я пока не строю. Пусть лучше строятся плазменные танки. Давайте построим вот это здание, которое позволяет открыть всю карту. Здесь все хорошо. Ага. Единственное, что плохо, то, что заканчиваются ресурсы. Становится их все меньше и меньше. Строительство завершено. Недостаточно средств. Не переживайте, ребят. Сейчас мы вынесем эти ядерные боеголовки. Не оставив врагу ни шанса. Давайте, давайте, строитесь шустрее. Строительство завершено. Открываем всю карту. Ну вот, собственно, его и база. Три боеголовки. Но здесь есть небольшая хитрость. Здесь электростанция и здесь электростанция. Если уничтожить две эти электростанции, то, соответственно, мы обесточим его и ядерные боеголовки перестанут тикать. Вот такая вот небольшая хитрость есть. В принципе, я думаю, что плазменных танков достаточно. Давайте используем хроносферу. Примерно вот сюда, допустим. Возьмем один танк, пусть он долбит здесь. А вот эти пусть долбят здесь. Так, хорош. Сейчас, правда, противник на меня среагирует. Но что поделаешь, это такой диверсионный отряд, у которого стоит только лишь одна задача. Обесточить противника. Сейчас я танки очень быстро потеряю, но ничего страшного. По крайней мере, таймер перестал тикать. Сейчас мы можем спокойно развиваться, строить побольше юнитов и потом пойдем в атаку. По кораблям, значит. Так, стоп. Здесь уже больше ничего не нужно. Два танка уже успели построиться. Но пусть они остаются здесь, чисто так, для обороны. Нихера себе, он высаживает и высаживает постоянно здесь войска. Что бы такое заказать? Ну, давайте для начала, то, что мы хотели атаку с моря, построим вот этих ребят. Побольше дельфинчиков. Совершено нападение. И здесь, по идее, надо еще побольше защитных пушек. Юнит потерян. Ремонтируется. Может быть, еще сюда одну поставить? Ну, давайте так и сделаем. Точка выхода суда. Установлена новая точка сбора. Сейчас мы, ребят, построим побольше кораблей. Потом, соответственно, построим авианосцы. Тоже корабли, кстати. Строительство завершено. Потом построим самолеты. Юнит готов. А, да. Нам в любом случае надо танки построить. Потому что я же хотел еще одну ракету уничтожить именно с земли. Сделаем, сделаем. Строительство завершено. Куда бы сюда ляпнуть? Вот, допустим, сюда. То есть они, получается, будут сообщаться и уничтожать все выходы, которые будут идти с моря. Тут все строится, да? Ресурсов все равно как-то не очень хватает. Они заканчиваются. Тут тоже ресурсы заканчиваются. Хроносферу, в принципе, можно сейчас использовать по своему усмотрению. В любом случае мне ее сейчас некуда девать. Хотя, с другой стороны, давайте, может быть, танки построим. Там всего-то нужно, наверное, 3-4 танка. Что за кипиш тут? Что тут за кипиш? Юнит готов. Юнит готов. Может этот мост взорвать? Недостаточно средств. Тут как раз пока противника нету. Юнит готов. Он, получается, где-то отсюда ходит. А, вон оно что. Юнит готов. А тут у нас есть ресурсы? Нет, ресурсов нету. То есть, получается, за ресурсами Харвестера вот сюда поедут. Юнит готов. Да, печально. Уже поехали. Ну-ка, ну-ка, стоять. Куда ты поехал? Лучше стой здесь. Там тебя размотают очень быстро. А, так, ну-ка, вот сюда. Съезди-ка. Здесь еще есть минералы. Пусть и немножко. Юнит готов. Юнит готов. Два танка готова, три танка готова. Ладно, давайте, ребята, ограничимся. А, такой я всего три заказал. Отлично. Ограничимся тремя танками. Я думаю, этого хватит. Выберите цель. Или давайте поближе лучше. Выберите цель. Юнит готов. Значит, у тебя здесь. Ага. Фелепортируем сюда. И через атаку. Он, конечно, на меня сейчас реагирует, но будет уже поздно. Свою цель-то мы выполним. Все, одна ракета готова. Одну мы уничтожим с моря. Как я и планировал. Готов. Давайте закажем теперь сразу авианосцы. Хватит, не хватит нам вот этого. Для того, чтобы подбивать те же подлодки, допустим. Установлена новая точка сбора. Пока что для меня остается это загадкой. Или, может быть, сюда пехоту высадить? Юнит повышен. Они все равно оттуда идут. Допустим, забросить вдвое эти здания пехоту. Ладно. Пока, пока. Оставлю все как есть. Здесь минералы потихонечку появляются. Юнит готов. Здесь их вообще катастрофически мало. Заказываем самолеты. Я вот честно не знаю, хватит, не хватит нам 16 самолетов для того, чтобы ядерку уничтожить. Тут столько еще ПВО очень много. Ну что, попробуем, попробуем. Второго шанса у нас, ребят, не будет. Вы спросите, почему? А все потому, что не хватает и нет. Слушайте, а реально, может быть, сюда послать Харвестеры? И закрепиться. Вообще противника здесь нету. Это очень странно и подозрительно. Ладно, давайте попробуем ради интереса отправим один Харвестер туда. Получается, он высаживает чисто десант. А десант мы можем взбивать той же пехотой, которая будет сидеть в здании. Ну, к примеру. Один готов. Сейчас они пока построятся, столько времени пройдет. Хроносфера готова. Может, хроносферу заюзать? Не знаю, потопить его кораблей какие-нибудь. Харвестеры. Пехоту ту же самую. Вот так вот, давайте прикольнемся. Но пехота, она так или иначе все равно умирает. При хроносфере, то есть не обязательно в воду это. Все отправлять. Ну, там есть танк. Захватит, не захватит. Нет, танк не захватила. Ну, ладно. Добывающий комбайн под атакой. Под атакой. Вот о чем я говорил. Под атакой. Готов к бой. Сюда надо пехоту, реально, ребят. Сюда, допустим, или сюда. Или вот сюда, на перешеек. Во, и идут по мосту. Ну-ка, давайте танчиками проедемся немножко. Сейчас мы их, ребят, перехватим. Добывающий комбайн под атакой. А кто там? Ничего себе, ты обуревший, блин. Харвестер, а ты что не телепортируешься-то? Ты же можешь. Если захочешь. Вообще без шансов, да? Он даже не реагирует. Добывающий комбайн под атакой. Сейчас, сейчас, я приеду туда, не бузите. Выдвигаюсь. Какая-то атака. Пару пехотинцев, это разве атака? Недостаточно средств. Это так. Готов. Рвусь. Вперед, бой. Идемся, идемся. Выдвигаюсь. Готов. Здесь где-нибудь их оставить, допустим. Больше скорость, меньше ям. Я просто не знаю, куда точно он высаживает пехоту. Ну, давайте их здесь оставим. Вот так немножко распределим. Буду надеяться, что мимо меня он не пройдет. Что там у нас по юнитам? Самолеты еще строятся. Это строится. Денег вообще не хватает. Ну, добывай, добывай. Юнит готов. То есть они, получается, через всю карту за деньгами ездят. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Может захватить? А почему бы и нет? Давайте закажем двух инженеров. Правда, денег нихера нету. Даже на инженеров. А можно, знаете, как сделать? Можно немножко хитро сделать. Здесь пауза. Здесь тоже пауза. Вот эти вот, попродавать штучки. Структура продана. Они мне все равно сейчас не нужны. Структура продана. Ну, должно хватить. Юнит готов. Один готов. Сразу отправляем его сюда. Давай второго. Юнит готов. Юнит готов. Отлично. И отправляем сразу второго. Продолжаем строить самолеты и корабли. Здесь. О, уже два корабля. Ну что, может быть попробовать потихонечку выдвигаться. А можем, допустим, потом остальные два корабля, которые построятся, перебросить сюда хроносферой. Ну, как вариант просто. Ну, чтобы не сидеть, сложа руки. Сейчас аккуратненько поплаваем. Что-то мне кажется, что там... Очень много подводных лодок. Главное, чтобы хватило у меня этих кораблей, чтобы с ним справиться. Система в норме. Пока все спокойно. Ключевое слово пока что. Недостаточно средств. Да я знаю, что недостаточно. Что поделаешь? Юнит готов. Что поделаешь? Так. Мы все ближе и ближе. Капитан наморители в норме. Надо уничтожить верфь обязательно. Чтобы новый не строил. Если будет вообще такое желание у него. Скорость на максимум. Да ладно. Че так все спокойно-то? Как-то даже подозрительно. Отлично. Верфь падает. Капитан на мостике. Так, а где у тебя ядерка? Ага. Но там, видите, ребят, очень много ПВУ. Я не знаю. Самолеты могут, в принципе, развалиться по дороге. Лучше дождаться, наверное, когда построятся еще два авианосца. Юнит готов. Инженеры только-только пришли. Давайте, давайте. Атака, атака. Юнит потерян. Юнит повышен. Ну что, давайте попробуем. Подпловим поближе. Чтобы просто так тут не стоять. Юнит готов. Атака. Захвачено технологическое здание. Минус самолет. Не, ребят, не получится. Короче, надо ждать еще два авианосца. Эээ, слышь, слышь. Это ж ПВушка моя. Юнит готов. Юнит потерян. Юнит повышен. Готов, голубчик. Отходим. Еще один готов. Нет, ждем второго, а потом хроносферы туда перебросим. Пока что, кстати, можно самолетами слетать. У меня их полный комплект. Что-то пока не ясно. А, вот, последний достраивается. Юнит готов. Юнит готов. Ну что, полный комплект самолетов. Давайте попробуем. Юнит повышен. Как-то надо залететь, вот, допустим, с этого края. Буду надеяться, что хватит. Но если не хватит, то придется кораблями убивать. Среда готов. Мы идем. Юнит готов. Юнит потерян. Готов, голубчик. Юнит повышен. И остается, получается, последняя у нас ядерная шахта. Так, корабли готовы. Выберите цель. Сейчас мы их телепортнем. Хроносфера готова. Внимание, хроносфера активирована. И отправляем через атаку. Ни хрена тут ПВОшников. Вот это поворот. Лучше подплыть поближе сразу. Угу. И через атаку. Готов. Ну что, ребят, поздравляю. Уничтожили. Я предупреждал вас. Мы уничтожим вас, командующий. Теперь это предупреждение будет... Что? Уничтожены. Да, ракетная база. Уничтожен. Уничтожены. Ракетная база. Хе-хе-хе-хе. Нет! Вам конец, командующий. Вас раздавят. Очень скоро. Перевод такой смешной. Вообще жесть. Ракетная шахта уничтожена. Уничтожена. Вас раздавят. Ну что, ребят, поздравляю, что мы прошли эту миссию. Да, действительно, такая сложная была. И я решил такой нестандартный подход использовать по уничтожению ядерных шахт. Ну что, ребят, ссылка с прохождением в описании под видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте большой палец вверх. До встречи в следующих видео. Всем хорошего, позитива, удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok